Практическая психология Процессами сопровождения людей В разводном состоянии Также вы делаете Мы делаем Всевозможные Досудебные Экспертизы Психологические экспертизы Поэтому постоянно сталкиваемся С этим сложным Состоянием Потому что Родители приняли решение расстаться Друг с другом А во всем этом Еще и дети Участвуют Итак, наверное Начнем с самого Отправной точки Встретились Два одиночества Создали семью Жили долго и счастливо Нарожали детей И тут вдруг поняли, что семья в кризисе И с этим кризисом не справились То есть предразводное состояние Оно же сначала, наверное, предшествует какому-то кризису Ну, наверное, кризис предшествует предразводному состоянию Да, кризис потом переходит в предразводное состояние По статистике российской 80% разводов Инициаторы у нас женщины Правила Паретта Действуют всегда и везде Даже здесь 80 на 20 То есть вроде бы И женщинам Женщинам больше всего замуж хочется А потом как можно быстрее хочется Из замужества Она очень заинтересована в отношениях Она чуть больше, чем мужчина Заинтересована в таких В официальных отношениях Но она же, как ни странно Является инициатором развода чаще всего Чтобы выйти из этих официальных отношений Да, чтобы потом зайти в новые Чтобы зайти в новые? Конечно Чаще всего, чтобы Ну, если женщина не пенсионного возраста То, конечно, она надеется найти Более достойного кандидата Хорошо Ну, вот так Такие есть любительницы Выходить из отношений Входить в новые Но ладно, если у тебя там Как говорится, нет детей Ну, вот пожила ты там в одних отношениях Что-то случилось там Не стала с этим совсем разбираться Развелась и пошла в новые отношения Вот это самое плохое Что я не стала с этим разбираться Решила поищу-ка я Кого-то получше Хорошо Ну, вот смотрите Сейчас вот нас женщины слушают Да, они говорят Да мы бы Да ни за что бы Если бы все было бы хорошо Да мы бы там сидели бы В этих отношениях Радовались бы Строили и там И все остальное Понимаете, да? Конечно То есть как-то так получается Что мы сейчас взяли И все на плечи Женского пола переложили Ну Ну потому что 80% все-таки Женщины являются инициаторами Женщина отвечает за отношения Как бы это ни было Современным женщинам Вот прям поперек горл Да Как бы они не хотели равноправия Как бы они не кричали Что это несправедливо И природа так устроила Что в общем Мужчинам одни бонусы А нам одни значит Минусы Минусы, да От того, что мы будем добиваться Этой какой-то вселенской справедливости Ничего не изменится Женщина Она природой Предназначена Для выстраивания отношений Мужчина в отношениях Ничего не понимает Он вообще не понимает Что там надо делать Как это все строить Она же чувствует Поэтому Увы Но на ней больше ответственности Поэтому Когда начинаются такие вопросы Всегда получается Что на женщин падает больше Девушки, не расстраивайтесь Зато у вас вся власть в руках Практически Если вы, конечно, об этом мечтали Ну, если вы хотите выстраивать отношения Они будут выстроены так, как вы хотите Так что Тут и плюс есть Не равняется ли это тогда Что если ваш брак распался То виновата в этом женщина Нет Вообще Словом вина Я бы так, в принципе, очень аккуратно вращалась Ответственные всегда двое Ну, всегда Вот, да, слово ответственность очень хорошо Да То есть ответственные, да И на ней лежит часть И на нем лежит часть Не бывает такого, что один Там мужчина прям весь золото А женщина не оценила Нет Ну, смотрите В практике ведь как, да Если семья осознает, что Они сейчас уже в предразводном состоянии Да, и развод уже где-то там Да, уже маячит на горизонте Некоторые говорят Ну, ничего уже с этим нельзя поделать Хотя вот моя практика показывает, что Делать можно и нужно И сколько семей, да Вот, оказавшись вот в этом состоянии Они еще, в общем-то, спасли свой собственный брак А потом благодарили друг друга за то, что За то, что развернулись вовремя Лицом друг к другу Слушайте, я прям на личном опыте могу сказать Нет У меня в октябре 25 лет Совместной жизни Да, совместной жизни Я вам честно скажу Пару раз было такое У меня лично Потом говорю, господи, какая я молодец Что я не развелась Потому что девочки Это яма, да Такая энергетическая Какая там эмоциональная Она потом проходит Если по большому счету Ну, человек хороший Вынырнем оттуда Вынырнем Отлично Отлично Итак, вот смотрите Взрослые люди Да, вот кризис Потом предразводное состояние Тем не менее Дошли до развода Да, мы знаем, что у нас есть Несколько вариантов развода Это юридически Когда, знаете, там Когда все кипит в страсти Там, да Все, в суд уже написано Заявление Там, или в ЗАГС Там, если нет детей, да И психологический развод Это две абсолютно разные вещи Потому что, когда у вас в паспорте Появляется штамп, что вы разведена Или разведен Да, тем не менее Психологически вы еще разводиться можете Там на протяжении года Двух, трех Некоторые умудряются Даже десятилетиями Переживать этот психологический развод Так вот, мы сейчас рассматриваем вариант Если в этой семье были дети Вот давайте об этом Сейчас Это самое, конечно, тяжелое Самое печальное Потому что Дети по понятным причинам К психологу не ходят Маленькие такие Они потом вырастают И потом начинают ходить И потом начинают ходить К психологу Поэтому вот этих детских историй Уже от взрослых Совершенно мужчин и женщин Как тяжело и как болезненно Ребенок переживал развод Мы, наверное, как психологи Наслушались в своей практике Очень много Вам, ваши дети Скорее всего Даже не расскажут того Что они переживают А там ребенка Вот В буквальном смысле Рвет на части Я всегда говорю Родителям, которые приходят С темой развода И с темой Как помочь нашим детям Вот мы тут расстаемся Я говорю сначала Посмотрите мультфильм Головоломка Великолепный мультфильм И вот там Прямо образно Представлено Как мир ребенка Рассыпается на молекулы Когда он узнает Что мама с папой Просто ругаются И потом принимают решение Что они не вместе То есть Вот этот весь мир Простроенный Самого рождения Сложенный в пазлики Он рассыпается в одночасье Да Очень хороший Хороший образ Просто отличный Родители Ты просто этого не замечаешь Они же на своем Таком взрослом уровне Они же где-то там Наверху У ребенка же маленький Он же внизу И для него мама и папа Это как бы Основа основ На которых На которых построен Его мир Это вообще для него Весь мир Если он маленький Особенно если он В школу не ходит То есть такой уровень Социализации Ограничивающаяся Песочницей С садиком И домом Вот А там Чуть-чуть Чуть-чуть попроще Да Вот как тогда Получается правильно Родителям Да Ну то есть Сейчас давайте Прямо опишем Да Вот эти состояния То есть Чаще же Как бывает Взрослые Начинают ссориться Выяснять отношения И понимают Что их отношения Там сходят Ну там Да На нет Да То есть Это какой-то Длительный процесс То есть и женщины И мужчины Они со временем Приходят к мысли О том что наверное Они как пара Расстанутся Да А ведь ребенок Во всем в этом Не участвует Ну чаще всего Да То есть Мы же стараемся Ограждать детей Да Мы же ограждаем Очень детей Да То есть Мы стараемся Не выяснять при нем Например при ребенке Отношения Да И поэтому Для Точка развода Для ребенка Да Расставание Мамы Как мама и папа Это действительно Является такой Точкой боли Ну чем мир взорвался Потому что родители Это как-то Они ведь Они же к этому Долго идут Они же что-то чувствуют Они же как-то готовы Морально А ребенка Да ведь не ставят В известность Он не понимает Что происходит И для него Это прям Ну атомный взрыв Без подготовки Без объявления Войны Все случилось И потом Надо ведь выстроить Новый мир Из тех пазлов Который распался А это процесс Очень длительный Это очень долгий процесс Но и родители Конечно Забывают Очень часто О детях Выясняя свои отношения Хотя Каждый из родителей Считает Что он действует Исключительно В интересах Своего ребенка Что вот Он-то Вот он-то Точно За своего ребенка А вот вторая половина Там еще как-то Непонятно Вот я-то Я И в итоге Выяснение Этих отношений Кто сильнее Любит ребенка Ребенок обычно Вообще Где-то в стороне Пока мама с папой Тут меряются Любовью Здесь такая Знаете поговорка Да А ребенка-то И выли Вместе С водой Да Из тазика Тогда Как же Объяснить детям Что родители Расстаются Как правильно Это сделать Вообще Возможно ли Это сделать Ну конечно Насколько можно Да Возможно То есть Эти способы Достаточно Хорошо Описаны Можно посмотреть Практически Там Какая-то Хорошая литература Что Ты садишь Ребенка Ты разговариваешь Ты смотришь Ему в глаза Ты садишься с ним На одном уровне А ты не воздушаешься Над ним Как гора Сверху Вот так А ты с ним Глаза в глаза Смотришь И говоришь Что мама с папой Будут жить отдельно Но это Для тебя Ничего Не означает Мы тебя Оба по-прежнему Любим И папа И мама И мы по-прежнему Твои родители Если это проговорить Несколько раз В разных вариациях Да У ребенка Так это Усядет Все это Так Да Снова И потом Если Маленьких детей Обычно Оставляют с мамами Ну как правило Да У нас такая практика Если папа Выполняет Свои родительские Обязанности Приходит к ребенку И мама Этому не препятствует То в принципе У ребенка Достаточно быстро Происходит адаптация Не происходит Конфликта лояльности Который Вот и есть Рвет человека Изнутри Что такое конфликт Лояльности Ребенок же Не воспринимает Родителей Нет Он конечно нормальный Он понимает Что мама и папа Это два отдельных человека Абсолютно Да Но Он их воспринимает Как единое целое Как родители Да И эти родители Вдруг И рвутся на части Две половинки Распались В ребенке Это ведь тоже По 50% Того и другого В нем ведь Ровно по 50% И получается Что если Мама с папой Достаточно жестко Выясняет Свои отношения Да Находясь в разводе Уже Ребенок Не может Боиться И не рассказывает Когда он находится С папой О том Что у него происходит В семье с мамой И не рассказывает Маме о том Что они делали С папой Да О чем разговаривали И что То есть Он настолько боится Еще хоть как-то Разрушить этот мир Что он просто молчит А в итоге получается Что все те эмоции Которые он испытывает Да Они внутри Они внутри Чем это чревато Невроз Уже все невротики Практически Дай бог Если это такое В легкой форме Все пройдет И хорошо Если это не дойдет До невроза Навязчивых состояний Который может Плохо кончиться Или психосоматик Ну или конечно Который легко И просто появляется То есть Разговаривайте С детьми О разводе Вы же разговариваете Мама Например С подружками Да Там Маме своей Рассказываете Какой бывший муж Значит Хороший Хороший Да То есть Вы же делитесь Вы же эмоции И вы это делитесь Не потому что Да Мы ведь этим делимся Это не потому что Нам хочется просто поговорить А потому что Нам тяжело Это держать в себе И мы поэтому Это все Мы же выпускаем Это все А ребенок А я вот уже говорила Не может прийти В детский сад И сказать Ребята Мои родители разводятся Вы представляете Что мои старики Там учудили Придумали Придумали Мне очень тяжело Он такого не говорит И у него Это все у него Варится внутри Поэтому вы Очень часто родители Жалеют ребенка И не разговаривают С ним о разводе А это жалость А потом только ставят По факту Что папа вдруг Переехал в другой дом В другую квартиру А мама теперь С ребенком Например остается И живет То есть вы разговариваете Вы говорите Что ты не забываешь Что папа даже Не живет с нами Это твой папа Это у нас Какие-то недопонимания Но мы тебя До сих пор По-прежнему любим Если он будет Это слышать Достаточно часто У него адаптация Пройдет быстро Тут ведь еще надо Тоже родителям Иногда Вот они приходят Пребывая Вот в этих Своих эмоциональных Страданиях Переживаниях Потому что все равно Любой развод Это маленькая смерть Расставание Это маленькая смерть И вот тут Например Я всегда проговариваю Вы перестали для друга Быть мужем и женой Любимым мужчиной И любимой женщиной Но вы никогда Не перестанете Для ребенка Быть мамой и папой Если вы это Осознаете И транслируете Ребенку своему Это уже 50% успеха Того Что вы Сохраните Психологическое состояние Ребенка Ну хотя бы В какой-то форме И дадите ему Время для адаптации Вот очень хочется Иногда сказать Родителям Просто пожалейте ребенка Пожалейте Давайте вы будете Идти навстречу Друг к другу Даже если вы уже Юридические чужие люди У вас общий ребенок Давайте его Давайте действительно Исходить из его интересов То есть у нас Правильно с вами Получается Что оптимальный вариант Для ребенка Это когда родители Уже Если в состоянии Развода Развелись Но при этом Перестали делить Ребенка Кому он Принадлежит Каким образом А какое-то такое Мировое соглашение Получается То есть Например У ребенка Должно появиться Четкое ощущение Что несмотря на то Что родители развелись Он всегда будет Видеть маму И папу Он всегда с ними Может легко И просто общаться Да Может позвонить В любой момент Может в свободном доступе Мы друг для друга Да То есть Это не стал для меня Чужой человек Это по-прежнему близкий Все хорошо Просто Какая-то Перегислокация В семье Живут по-разному И тогда мы проговариваем Что ты понимаешь Вот раньше у тебя был Один общий дом Где был мама Папа Там ты С братьями Сестрами Теперь у тебя появилось Два дома То есть Перестройка семейной системы Происходит Два дома Но тебя рады видеть И в этом доме Где теперь папа Создает свое собственное Пространство Свою собственную жизнь И мама Где присутствующий Например ты Но давайте не будем скрывать То что сейчас Например Если стоит вопрос Об определении места Жительства ребенка То практически Ни один судья Не выносит Это решение Без психологической Экспертизы То есть суд ставит Определенные вопросы Чтобы изучить Особенности Ребенка Особенности Психологические Родители И определить Какие у них Взаимоотношения Какой стиль воспитания У того или иного Родителя Чтобы Все-таки Выбрать Оптимальный вариант Для Существования Для жизни Ребенка Где это будет лучше До 10 лет Ребенка же не имеет Права спрашивать С кем он хочет быть Поэтому как тут определить Кроме психологической Экспертизы Не определить никак С кем ребенку Будет лучше Поэтому да Проводится И вот здесь Начинается Самое непростое Я бы так сказала Очень непросто Потому что Это в принципе Это определенные тесты Это определенные встречи Это всегда такая Экстремальная ситуация Очень дискомфортная Состояние Для ребенка И для родителей Разумеется тоже И если все это Пройти через судебные Все эти процессы То остается У родителей Остается Такой осадок Что говорит про ребенка Поэтому мы еще раз Наверное сейчас Озвучим Что в идеальном варианте Если родители Приходят К мировому соглашению И находят Оптимальные варианты Оптимальная возможность Чтобы ребенок Общался С обоими И причем Было чтобы Это общение На качественном уровне И регулярное Систематически Да Не так что там Раз в полгода Потом опять раз в полгода Ну хотя конечно И это бывает лучше Чем совсем Какой-то из родителей Пропадает Ну конечно Не факт Наташа скажите Вот есть ли В вашей практике Бывают такие истории Да Когда Кто-то из родителей Ну категорически против Общение Конечно Чаще всего женщины И как Потому что она пытается Воздействовать На своего Партнера бывшего Да Через детей Кто-то пытается Воздействовать Через ребенка И говорит Раз ты ушел В семье Да То ты ушел Ты бросил Не только меня Ты бросил ребенка Все ты больше Его никогда не увидишь Всячески препятствуют Ну тут как сказать Родители характерами Меряются У кого характер Посильнее Наверное Потому что Не позволить В современном мире Другому родителю Встречаться с ребенком Так-то легко и просто Вот совершенно легко Да А если родитель Который не живет В семье Все-таки Найдет в себе силы И объяснит Своей бывшей Второй половине Что это Не только твой ребенок Но и мой В моей практике Были такие случаи Через Определенное время Мама была Очень рада Что папа Не пропал Что папа Настоял Что папа С ребенком Виделся аж Три раза в неделю Потому что у ребенка Начался подростковый возраст И папа Очень сильно пригодился Помог Прежить То есть там Без помощи папы Там ребенок Мальчик тем более Они бы не прошли Подростковый возраст Поэтому Дорогие мамы Ваш ребенок Не всегда будет Замечательным Веселым карапузом Он дорастет И до подросткового возраста Когда сильная мужская рука Вам очень понадобится И не важно Рядом этот человек Будет или не рядом С вами Да Главное Что он будет рядом С ребенком Когда это ему Очень и очень необходимо То есть у вас будет человек Который будет заинтересован В вашем ребенке Точно так же Как и вы Другого такого человека Вы вряд ли найдете Потому что даже Для вашего Может быть Следующего мужа Это будет неродной Ребенок Поэтому с папой Папа вашего ребенка Это единственный человек Для которого ваш ребенок Так же дорог Как и для вас Хорошо Очень красивые слова Ну и такие Прямо Имеют вес Наташа Давайте мы сейчас С вами Прямо Позволим себе Да Представить Идеальную картину И попробуем Ее обрисовать Словами Да Для наших слушателей Все-таки Если развод состоялся И родители Расстались То Как идеально Для ребенка Вот в экологичной форме Да Должно выглядеть Общение с родителями Сколько раз в неделю Примерно Да На каких территориях Каким образом Что там должно быть Наполняемость Да Чтобы мы сейчас Это прежде всего Не детям говорим А родителям Взрослым людям Смотря какого возраста Конечно Ребенок Потому что Если это В детском саду Ребенок То можно и Три раза в неделю Можно и на выходные Через выходные Забирать А если это школьник Три раза в неделю По вечерам Папа его забирать Будет сложнее Обычно папа Да У нас Приходящий В семье Потому что ребенку Надо учить уроки Либо папа с ним Учит уроки Но тогда он должен Его вместе с учебниками Отвезти куда-то В такое место Где ему будет Спокойно и тихо Потому что Бывали у меня Например случаи Когда бывший муж Приходил Вот в семью Где живет у него Бывшая жена Ребенок И там с ним занимался Но когда там Появился другой мужчина Это уже было Где-то сложно Это было То есть Женщина пыталась Своему настоящему мужу Объяснить Что это отец Моего ребенка Но любой нормальный мужчина На своей территории Чужого мужчину Терпеть не будет То есть я и мужчину Понимаю в этом смысле Он говорит Я прекрасно отношусь С твоим бывшим мужем Но пожалуйста Не на моей территории Без вопросов Хоть сколько встречаетесь Только не в моем доме Поэтому лучше все-таки Чтобы это была Нейтральная территория Либо папа забирал Например ребенка Ну к себе домой Он же живет где-то Сейчас Если это выходные Например Очень часто бывает Что мама отдает ребенка На выходные У нас даже есть такое Понятие Воскресный папа Особенно великолепно Это видно Когда ты в воскресенье Приходишь с детьми В кинотеатр И там сидят обязательно Папа-папа-папа-папа Дети-дети-дети-дети-дети И все довольны и счастливы Ну лучше конечно Тоже такими вещами Не увлекаться Потому что тогда Воскресный папа Он ведь что-то Это ведь что-то Это праздник То есть вся рутина Достается Как бы сказать Женщине Все эти уроки Болезни Сопли Значит там Вызовы в школу Родительские собр Это все ей А учить уроки Ну я не знаю Может конечно Где есть такие дети Но я особо Часто не встречала То есть мама же Его там Садись учить уроки Я не хочу Постоянное ограничение Поставление давления То есть мама-то Понятно, что она Из хороших побуждений Это делает Но для ребенка Это давление И получается Мама плохой полицейский Папа хороший Конечно То есть аккуратно С этим Не надо А папа Думает Ну вот теперь Вот он плюс Ну плюс Конечно плюс Это такое Это же очень поверхностное общение Когда ты всегда Только праздник Ты же не знаешь Как ребенок живет То есть ты глубоко Туда не уходишь И такие Сливки снимаешь Но это Это маленькая часть Поэтому папы Если вы связь терять Не хотите с ребенком Не надо увлекаться Этим воскресным Времяпрепровождением Только развлекательным Общение очень поверхностное И вы вроде бы Время вместе проводите А с каждым годом Все дальше Дальше друг от друга Да, вы меньше Друг от друга знаете Именно глубинных вещей Поэтому вы расходитесь Вы не сближаетесь Так что не увлекайтесь Очень хорошо Когда, например Папа берет на себя Какое-то Развитие какой-то компетенции Например Опять-таки История Из жизни Что уже после Развода Отец говорит Хорошо Вот у меня Будет сын заниматься Спортом Я беру на себя Обязательно Регулярно Я вожу его На тренировки Если надо Куда-то На соревнования Еще что-то Бабушка у папы Взяла на себя Тему художественной школы И получается Что ребенок Вроде бы Они разошлись Но тем не менее Остается в связке Мама Кормит Поет Апстирывает Спать укладывает Лечит Если в этом Есть необходимость Но и школа Папа Это физическая Сфера А все Что связано С красотой Пониманием Музыки И живописи Это пожалуйста Бабушка Которая Очень тяжело Переживала Например Развод Своего сына И боялась Потерять Своего внука Отлично Вот такие истории Вот такие истории Тоже имеют место быть Главное Чтобы вы для себя Поделили Хотите вы этого Если вы на стороне Ребенка Для мамы Это же прекрасно Ей ведь не надо Туда ездить Ей не надо Ребенка забирать У меня тоже был Такой случай Папа на хоккей Возил Хоккей Это такое дело Затратное И какие-то тренировки Чуть не в 6 утра У них там были Вот маме в 6 утра Спать бы еще А папа брал на себя Эту Ответственность Да и возил Замечательно Хорошо Значит Дальше у нас Кроме всего прочего Есть ведь такой момент Как образование Да То есть Родители Да Они расстались Может быть даже Каждый из них Создал свою собственную семью И вот тут Начинается еще один такой момент Да То есть Образование Я не С точки зрения Системы образования Образование новых Да Новых семейных систем Да То есть например Папа ведь имеет потом Право выйти Жениться Конечно Да легко И мама выйти замуж А вот как вот здесь Дальше детям объяснять Взрослые должны объяснять Что Ты знаешь Вот У папы будет новая семья Вот у мамы Может быть даже Появится У нас там Может быть появится Новый братик Или сестренка Ведь это опять-таки Перестройка семейной системы С одной стороны Конечно Опять это стресс Опять это вот новые пазлы Опять Опять ребенку надо адаптироваться Опять это все сложно Но с другой стороны Если он вообще никогда не проходит Никаких периодов адаптации То он совершенно не готов К жизненным трудностям И такого ребенку Вот в реальной жизни Во взрослой еще хуже Чем тому Который Какие-то определенные кризисы Пережил Так что Ничего Переживет Главное Спокойно и правильно Объяснять Что сейчас Я как папа Остаюсь твоим папой Но у меня теперь будет партнер Девушка Жена То есть вот это скрывать не надо Надо знакомить Абсолютно Конечно Объяснять Что мне с этим человеком Хорошо Мы вместе проводим время Мы планируем Какое-то свое Будущее Вполне возможно У тебя еще появится Братик или сестричка Но вот мы с вами в практике Знаем Историю Когда Говорят о том Что у папы Или у мамы Появился Братик или сестричка Я не просил Да То есть вот здесь Получается Что тоже Нужно очень Как это слово Называется На мягких Экологичных Да Подготовить ребенка К тому Что может Ваша семейная система Измениться Измениться Вроде бы сначала Папа с мамой расстались Нас стало Да Да А потом Нас станет еще больше Ну вот В том случае Да О котором сейчас идет речь Там просто Один из родителей Очень резко Сказал ребенку Что у него уже Появился Прямо по факту Да По факту То есть Как-то Помягче надо Что вот Как бы ты посмотрел На то Что заблаговременно Ведь ребенок Не рождается Прямо С 24 часа Да Он уже 9 месяцев Обычно у нас Да Поэтому Вот Вот Есть такая Возможность Да Как ты к этому Отнесешься Вот Смотри Тебе будет Вы плюсы Ты обрисуете ребенку Какие у него будут Что ты можешь о нем заботиться Можно с коляской гулять У меня вот Дикая мечта детства была Походить с коляской Но так как я одна у родителей Она так и не реализовалась Да То есть Кому-то ведь это очень интересно Кто-то очень Вот Маленьких детей очень любит И там будут Прекрасные отношения У меня вот есть Тоже в практике Случай Девочка в предыдущем браке Потом у папы Еще брак Там еще двое детей Возраст достаточно Большая разница В возрасте Она их Она с ними уроки делала Она их английскому учила Да То есть Замечательно Все в плюсах В Европе Есть такое даже понятие Пэтчфорковые семьи Семьи созданные Искусственно Своими собственными руками Когда например На 16-летие Ребенка Собирается там Родная мама Отчим Смешанные Дети Родной папа Там да Получается Дальше у папы С супруга И у них там тоже общие дети И к этому относятся В принципе Да Очень так Спокойно Да Вот были у меня Родители Мама и папа Да Расстались Каждый теперь Счастлив В другой семейной системе Но при этом Я себя чувствую Весьма-весьма Богатым человеком Потому что у меня есть Если И мать И отец Еще посмотрите Сколько этих Да братьев и сестер И я их всех безумно Например люблю Или там Люблю периодически Но тем не менее Близких Их людей много не бывает Да Да И вот Это же тоже Своего рода Такая Я бы сказала Высший пилотаж Да Общение Кто такую систему Может выстроить Ну просто Честь и хвала Это конечно Очень сложно Потому что Включаются очень многие Процессы Да Кнутренние конкуренции Там да Зависть Там еще чего Большое количество людей Чтобы они Вот эта вот Групповая динамика У них там Закрутилась И она вышла На достаточно Хороший уровень Это должно Пройти время И должны пройти Такие кризисы Да Для того Чтобы мы как-то Устоялись Как одна система Плюс ко всему Это еще и показатели Очень зрелой личности И с той и с другой стороны Да Конечно И ни одной личности То есть это же понимание Надо еще иметь И взрослым Да Что вот Что я могу легко Общаться потом С твоей Например Бывшей женой Или с твоим Бывшим мужем Да И не ревновать И Слушайте Тут прям все Должны быть С зрелыми личностями Где же только набрать С зрелых личностей Ну значит Надо дозревать Да Я бы вот так сказала Будем дозревать Ну вот наверное На этом мы сегодня С вами и завершим Очень серьезная тема Да Тема развода И тема Восприятия Этого состояния Детьми Но Есть задачи Которые можно решать Я считаю Что нет безвыходных ситуаций Поэтому Если такое в вашей жизни Произошло Помните о том Что всегда есть Специалисты Которые могут вам помочь И вас сопроводить Есть Есть психологи Психотерапевты Есть педагоги Да Да Есть просто мудрые Друзья И родители Которые тоже Всегда вам в этом Окажут поддержку Обращайтесь Не варитесь Сами в себе Возможно Вы не видите Того выхода Который у вас Просто под носом Вам будет гораздо проще Сегодня Практические рекомендации Нам давала Психолог-тренер Наталья Рыбакова Наташа Спасибо вам большое Это была программа Практическая психология Всем добра Счастья и любви До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин